Те, кто жил в советское время, наверняка помнят такой лозунг, речевку, которая звучит так. Мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Говорим партия, подразумеваем Ленин. Такой же принцип можно отнести к Зингеру. Мы говорим Зингер, подразумеваем швейная машина. Мы говорим швейная машина, подразумеваем Зингер. Зингер, конечно, не изобрел швейную машину, он ее популяризировал, внес массу новаторских решений, придумал продажу в лизинг и в рассрочку, скупал патенты, массово внедрял их у себя на предприятиях. И к середине 20 века самая массовая модель швейных машин была Зингер. Я сегодня хочу показать вам Зингер 66. Он начал производиться примерно где-то с 1910 года. Данная модель выпуск 1913 года, Шотландия, судя по номеру. Чем же примечательна эта модель? Кстати, она не поставлялась в Россию, и поэтому в России она встречается достаточно редко. А за рубежом она пользуется популярностью до сих пор. Почему? Потому что это применено новаторское решение в плане расположения челнока, принципа челночного устройства. То есть вы видите перед собой горизонтально расположенное челночное устройство. Такой же принцип применяется до сих пор в швейных машинах современных. Именно так. То есть мы нажимаем, здесь есть такой рычажок, нажимая клавишу и шпулька достается. То есть это очень удобно. Не надо откидывать машинку, чтобы вставить шпульку со шпульным колпачком в челнок. А просто шпуль и держатель уже здесь расположен. То есть челнок вращается в горизонтальной плоскости. Вставляем шпульку, вдеваем нитку и все. Здесь челнок качающегося типа, не ротационный еще, а такой вот маятниковый. Совершает колебательные движения вперед-назад. Это новаторское решение, значит, естественно, это было очень воспринято положительно покупателями, потому что это удобно. К тому же этот принцип очень надежный. Действительно, машинке уже больше 100 лет, она до сих пор в рабочем состоянии. То есть это решение было новаторским, передовым. И такие челноки в последующих моделях Зингера применялись до 70-х годов. Сейчас применяются тоже горизонтальные плоские челноки, но ротационного типа в современных машинах. И его тоже, кстати, изобрел Зингер. Но это уже в другой модели, модели Зингер 201. Следующие модели этой линейки, скажем так, продолжение этой линейки. Машинка выпускалась до конца 50-х годов. Конечно, было множество модификаций. Изначально это было с ручным приводом или с ножным приводом в тумбе. Из недостатков первых моделей можно отнести, что у этой машинки регулировка длинности шкафа осуществляется отвращением рукоятки. Больше-меньше. И отсутствует задний ход. Это, конечно же, минус. Заднего хода здесь нет. Затем в следующих моделях уже был рычажковый регулятор и с возможностью обратного хода для закрепок. И дальше устанавливались двигатели. Были модификации с двигателями. Вот такая машинка. То есть, эта машина даже позиционировалась как ремесленная. То есть, они оснащались фабрике, ремесленные мастерские. Потому что машина действительно очень надежная и прошивает буквально все, что подлазит под лапку. Высота подъема лапки приблизительно 12 мм. К недостаткам, может быть, к неудобству, можно отнести также регулировка натяжения верхней нитки, не имея цифрового обозначения. Просто гайка с пружинкой без обозначения. В последующих моделях уже было применено решение с цифровой индикацией. Внутри это выглядит так. Поднищим. Вот таким образом все устроено. Вот вы видите, как происходит передача движения с верхнего вала на нижний маятниковое движение. Там кривошип стоит и передает колебания рычагу. Рычаг в свое время совершает колебательное движение по оси челнока. К неудобству можно отнести также, что если забивается пылью и начесами, значит, челночное устройство, нужно разбирать, выворачивать винт, установочный палец. Это не очень удобно, как бы это долго. Но, в принципе, это, может быть, наверное, не очень часто приходится делать. В принципе, машинка очень действительно надежная. К таким моментам, скажем, я вижу часто на Авито неправильно достает крышку. Во всех машинках она вынимается сюда. Здесь это не происходит, то есть она сюда не вынимается. Она вынимается в другом направлении. Вот таким образом. Вот. И крышка вынимается. Дело в том, что здесь стопор. И она просто не может туда, назад, от себя выдвинуться. Если усердствовать сильно, то ломается пружина. Ну и, соответственно, таким же образом она становится назад. Придавливается и задвигается туда. Это для тех, кто не знал. Допустим, у кого-то есть такая машина и не знает, как ее вставить, то вставляется вот таким образом. Намотка здесь такая, скажем, еще сложная. С введением нитки по шпульке. В последующем от этой конструкции отказались. В пользу более простой. Зингер, конечно, усовершенствовал и удешевлял свои машины. Конкуренция в 20 веке была значительная. Поэтому машина удешевлялась, модернизировалась. Вот таким образом происходит здесь намотка шпульки. Здесь есть прорезь. За крышечку закрываем. Вот так. Надо сказать, что ход у нее очень легкий. Вращается очень легко. Соответственно, если она смазана и обслужена, то мы сейчас попробуем пошить. Надо сказать, что длина стежка здесь всего лишь 3,5 мм. Это, конечно, мало. Сразу же, то есть, вы видите, шьет, не стягивает, нормально. Сразу же, я уже приготовил тут, такой всегда тестирую на толстой ткани. 8 сложений плотной ткани типа джинса. И попробуем его прострочить. Вот он егла подлазит под лавку. Ну, вы видите, да? Сложности вообще абсолютно никого не представляет. Ну и что там у нас насчет кожи. Я тут возьму, эта кожа такая обувная, достаточно толстая, но мягкая. 2 мм толщина. Возьмем сразу 3 сложения. 3. То есть, 6 мм. Иголка 90 стоит. Обычная. Так, хочу сделать переход, так чтобы... То есть, пробитие тяжелое, но потом маховик не дает инерцию и, в принципе, шьет легко. Если будет стоять электродвигатель, вообще, то есть, вы видите, да? 6 мм кожа прошивает. Тяжело в смысле протыкать ее. А шьет она достаточно легко. То есть, машинка действительно по праву, скажем так, действительно пользуется популярностью до сих пор. Портам за рубежом я видел много обзоров на ютубе, иностранных англоязычных сайтах. Там целое сообщество, так скажем, которые рассказывают о этой машинке, ее ремонте, делают обзоры. То есть, вот такая, на мой взгляд, замечательная машина зингер 66. Как я сказал, эта машина производилась до 50-х годов. Дальнейшая была модернизация этой машинки в плане установки электродвигателя, рычажка, рычага с функцией обратного хода. И следующая модель была компактная, зингер 99. С таким же принципом, таким же дизайном, но три четверти от существующей машины. Вот. То есть, это была очень популярная модель, и она очень долго выпускалась, целых почти 60 лет. Так что, вот такой кратенький обзор, спасибо за внимание, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok